здравствуйте уважаемые подписчики и просто зрители моего канала хочу предложить вашу умневанию ролик который я назвал империя бандитов или английский памфлет значит дело обстоит вот как на вот этот мой вчера ролик людоеды от джонатана свифта вкусные и жирненькие дети пришло огромное количество комментариев ссылок на всевозможные значит посты я вам один из них хочу сейчас зачитать но перед этим хочу объяснить вот мне значит тут пишут в комментариях так минуточку памфлет написан 1729 году во время одного из крупнейших за всю историю ирландии не урожаев несмотря на массовый голод пришедший к вымиранию целых районов английское правительство не предпринял никаких мер чтобы помочь голодающим скромное предложение полная гнева и трагической иронии скрытых за внешне беспристрастным тоном памфлета стала тягочейшим обвинением английскому правительству печатается джонатан свифт памфлеты тропы троллевали 1955 год то есть ребята вот я не знаю откуда значит мои подписчики взяли именно вот это но именно прям взяли скопировали откуда я не знаю с или еще откуда-то вот таких вот комментариев вот с таким вот видом огромное количество то есть объясняю вам ребята то есть вы оправдываете империю бандитов и оправдываете всего лишь двумя словами первое слово вы мне пишите да не этого не может быть это же просто ребята сатира и второе слово которое мы оправдываете памфлет то есть по вашему выходит что достаточно всего лишь два слова сатира и памфлет и все нормально все это объясняется все это дело вот этими двумя словами ребята вы забыли что ровно 75 лет назад делали тушенку из людей мыло варили из людей портмоне делали из людей вы наверно об этом забыли вы наверно забыли что на вооружение германии за всем этим делом стояли банкири в первую очередь английские а во вторую очередь американские понятно так что я думаю что эта статья об этом вот об этих людоедах она настоящая ну а теперь давайте я вам кое-что зачитаю вот такая вот статья опять же мне прислали спасибо моим подписчикам кто меня поддерживает и присылает интересные материалы римская империя нищебродов откуда это напасть некоторые не знают что пираты корсары и террористы являются тайной армией британской империи куда входят сша канада новая зеландия австралия и так далее туда же входит ес в качестве колонии япония и другие отсюда и все непонятки с настоящей и прошлой политикой запада а теперь я расширяю ваше мировосприятие совсем немногие знают что римская империя на самом деле являлась и является римская империя германцев это как вы понимаете сильно меняет акценты восприятия данного сообщества кто такие германцы в переводе с немецкого германского разбираем слово her plus man сюда можно а по-другому точнее her plus man господствующий человек то есть германец господствующий человек угнетатель добавочка повторной буковки меняет весь смысл как видим эти существа заранее рождались угнетать как бы звание обязывало ага отсюда нормальному человека становится понятно что звание угнетателя может быть только вооруженном отряде и подчинению германцы принуждают силой мирный человек не сможет угнетать или германцы сплошь из царских отпрысков чего не может быть в принципе вот так просто я вам логически и вывел что есть некая армия германцев угнетателей господ связи с тем что эта армия принадлежит некой римской империи зададимся вопросом почему и зачем армия германцев служит неким чужим римлянам может они не чужие вовсе из истории известно что армия римской империи набиралась из наемников разных этносов это обычные головорезы работающие убийцами за деньги никакой общей германской национальности у них не было то есть не было нации германцев нынешние немцы зовут себя дойчами об этом не в этой статье русские звали нападавших на них немцами за то что те не говорили по-русски всех так звали кто приходил завоевывать с запада и так мы имеем армию пиратов корсаров террористов под названием римская империя армия это всегда захватчики как же они действуют очень просто делается силовое отрезание территории строится крепость местные аборигены становятся крепостными ничего еще не напоминает далее меняется язык культура история и так происходит примерно 200 300 лет может и побольше не буду здесь уточнять почему я так думаю смотрите про потоп значит рекомендую ребята перейти по ссылке и вы попадете вот на такую статью про потоп это вам будет в дополнение если кто-то еще не пойдет не поймет мотивацию этой статьи рекомендую все это дело прочитать довольно таки интересный вот этот сайт спасибо автору за его труд поехали дальше так в результате войн римская империя регулярно теряла свою армию не приобретала территории но приобретала территории эта армия была наемной и хозяева не жалея ли ее никогда отдельные войны на потеху богачей уничтожались в виде гладиаторов прикольно не представляю чтобы герои советского союза бились бы между собой на забаву советских людей еще из истории мы знаем про пиратов британской инфи империи всяческих джеки воробьи и сейчас восхваляются на западе сопоставим это знание с другими историческими знаниями и получим занимательную картину правящие элиты регулярен лигу или регулярно нанимали нищебродов со всего мира для ведения мародерских войн к примеру во второй мировой войне на стороне римской империи воевали европейцы и японцы не удивляйтесь гитлеровцы и есть римская империя у гитлеровцев и парады были очень похожие найдите в интернете костюмированные шествия гитлеровцев римских одеяниях а японцы купились на возвеличивании своего доморощенного нацизма нацизм всегда служит буржуазии но это еще не все вспомните приемы тамплиеров та же самая тактика строительства крепостей для захвата территорий банковская деятельность тех времен держалась на сети банков в крепостях монастырях и церквях боевые монахи были чоп тех времен а еще вспомните что на руси были крепостные и немцы в качестве царей прикольное совпадение не правда ли получается что некоторые могущественные богачи регулярно нанимают отморозков для проведения хищнических войн причем армия наемников периодически меняет свое название при одних и тех же хозяевах кто же эти хозяева по моему это вне национальные силы сейчас они базируются в британской империи но могут переехать китай это неважно главное их методика реки то всей земли деньгами нанимают самих беспринципных и угнетают население по сути феодализм с рыцарями как же банкиры получают столько желающих им служит в неблаговидных делах тоже очень просто создается большая зона хаоса управляемый хаос гонит людей выживать любой ценой вербовщики направляют обезумевших в лагере переподготовки религия тоже помогает оболвание воспитания фанатиков обещание с этой новой жизни на новых освоенных силах территориях готовые бойцы идут в бой за дело банкиров уточню что обычные банкиры тоже не хозяева жизни ими тоже управляют обещание гражданство гонит нищих обездоленных людей в наемную армию так например во франции и других странах тоже мигранты современном мире идут тем же путем в армию или в качестве рабочей силы таковы правила капитализма феодализма и рабовладения теперь посмотрите на войну 1812 года через эту призму женоподобный александр первый невольно или вольно участвует в уничтожении своего отца павла первого по плану по плану англосаксов они хозяева римской империи и вскоре к нему спешит наполеон который до этого подчинил себе всю европу войска обоих наемные и сборной солянки и вот схлестнулись в объятиях две силы или это одна сила вопрос она на а народ на руси говорят лупил лупил в это время и своих и чужих одинаково формата одинаковая смотрите основательные предположения о мифе тут пожалуйста ссылка ребята что же мы имеем сейчас а теперь у нас блок нато те же наемники и террористы под одним лозунгом дайте денег или мы сами возьмем и вот эти самые силы нас и угнетают весь мир от них в ступоре ложь льется рекой сми римской империи мобилизованы в армию римской империи и на самом и на самом деле мы теперь имеем все тут же римскую империю германцев империя господ и угнетателей и банкиры покупают наемников для натравливания для натравливания на людей земли серые схемы управления на украине как раз наши дни идет переформатирование бывших русских в новых херманцев процесс идет неотвратимо пока люди прибывают неведении и ловят кайф от буйной самостийности управляемых хаос в действии то же самое в сирии и вообще на ближнем востоке в африке то же самое в латинской америке атлантический блок нато силы атлантов антов по легендам анты откололись от своих предков и пуни и приняли путь технологического покорения природы вместо духовного освоения самих себя и получения знаний в обмен на рост собственного духовного уровня анты всегда торопились покорять других силой наращивали оружие и в итоге получили катастрофу на земле об этом не в этой статье просто к сведению а пока заканчиваю помните что все наемники служат буржуазии все и никак не иначе на этом держится паразитизм нацизм нужен для оболванивания человека до уровня тупого незатейного незатейливого фанатика примечание удивительная близость немецкого германского языка и идиша в идише порядка 70 процентов словаря это германизмы то есть немецкие слова и это же наводит мне некоторые мысли дополнительно образы древних славянские добрые советы волки и псы в ногах буржуазии секрет буржуазия большие деньги это аморально карточный пациент с нацизма уход из яви по законам русского духа список римская империя германцев небольшое уточнение для большого понимания вот такие интересные ссылки вы найдете ребята в конце этой интересной статьи спасибо за внимание мне охота чтобы вы ребята понимали о чем идет речь и не слушали всяких врагов нашего государства и нашего народа особенно те которые обсирают нашу родину принижают наш народ и всячески оскорбляют подписывайтесь на канал буду показывать вам много интересных документов до свидания